Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем влоге я покажу вам свой маникюрный уголок. Девочки просили, я выполняю. Покажу вам всякие ништячки, которые у меня есть для маникюра. Ну и пойдемте посмотрим. Вот так выглядит мой рабочий маникюрный уголок. Расположен он у меня в коридоре, так как больше нигде места ему не нашлось. Ну и давайте начнем. У меня здесь прикреплена лампа. Стоят стаканчики. Здесь у меня стоит антисептик. Пилки. Здесь пилки старая. Вот это совсем старая пилка. Она уже вся такая, никакая. Я ее не выкидываю. Я этой пилкой подпиливаю на новых пилочках вот эти вот части. Здесь у меня пилки, палочки апельсиновые. Здесь ручки-карандаши, линейки, ножницы, нож канцелярский. Ну, всякое такое канцелярия. И здесь у меня стоят силиконовые вот эти вот кистика. На второй полочке у меня здесь хранятся фрезы. Это фрезы здесь все чистые. Вот в этих маленьких боксах все чистые фрезы. Обработанные уже, простерилизованные. Можно ими работать. И здесь у меня находятся фрезы, которые нужно стерилизовать. Вот-вот. Дальше идем. Спускаемся ниже. На нижней полочке у меня здесь находятся салфетки. В этом боксе я покупала в фикс-прассе. Здесь у меня пилочки тоненькие, микробраши, салфетки безворсовые. И апельсиновая палочка, она, ну вот, пусть она здесь лежит, чтобы я ее не потеряла, она мне нужна. Бафики вот эти маленькие, я ими фрезы чищу. В принципе, я бафами как бы не пользуюсь. Только если нужно для дизайна какого-то забафить какую-то, ну, поверхность нёптя тогда. И, господи, здесь у меня лежат формы, которыми я пользуюсь при наращивании. Формы разных видов здесь. Они уже все подобраны, которые мне нужны. И здесь они лежат, чтобы потом не выбирать из общей массы всех форм. Вот здесь у меня хранятся дип-пудры. LED-фонарик, если где-то надо присушить немножко. Пудры акриловые здесь. И вот дип-пудра стоит. Дип-система у меня есть. Я ей пользуюсь иногда. Черная, вот такая. Здесь, ну, вот это вообще как она голография должна быть. Ну, как-то не видно, вот, когда она в сухом состоянии. Не знаю, так видно будет. Ну, она как серая смотрится в таком состоянии. А когда уже в готовом виде она голография. Так, вот такая розовая. Ещё вот такая пыльно-розовая. Вот такая фиолетовая. Она как с эффектом втирки, вот эта пудра. И вот такая розовая. Ну, в принципе, у меня все такие пудры, ходовые цвета. Ну, и здесь маленькие флакончики, праймер, базы, топы, которыми я на типсах, если дизайн какой-то или выкраску делаю, вот этими вот я пользуюсь. На вот этой полочке у меня два контейнера. В этом контейнере у меня масло для ногтей, крем для рук и обезжириватель. И в этом контейнере у меня хранятся праймеры и базы. Давайте я вам покажу, какие у меня есть базы. И скажу вам сразу, какие мне нравятся, какие не нравятся. Так, праймеры. Праймер у меня есть гель-офф. Хороший праймер, он недорогой. И вот этот праймер, Нео Нейл, мне очень он нравится. Хороший праймер, я пролила его, конечно, полбутылька, у меня вот чуть-чуть совсем осталось. И праймер еще у меня есть серебро. Тоже неплохой праймер, бутылек большой и стоит он очень бюджетно, этот праймер. И базы, которыми я постоянно пользуюсь, это Уна, Рабер Уна Стронг. Ну, каучуковая и жесткая. Мне нравятся эти базы. Единственное, что вот база Стронг, как бы она не должна проседать, но почему-то вот это вот проседает немножко. Вот эта база мне очень нравится, Монасик. Так, дальше у меня есть вот такая каучуковая база, камуфлирующая. Вот я на лисы. Покажу вам. Ну, она, знаете, как похожа на гель, что ли. Вот такая, но она ярковатая немножко, как для меня, но неплохая. Так, здесь у меня гель Юшуга. Камуфляж. Вот это Мичи. Ну, Монаси раньше это была Мичи, потом ее переименовали, стало вот так. Это мне тоже нравится, вот эта вот база. Малышке я набор брала, база и топ. Вообще качество отменное, хорошее, мне нравится. Они по текстуре хорошо, по ногтю распределяются, носятся хорошо. Так, здесь тоже у меня, по-моему, какой-то камуфляж должен быть. Гель. Вот такой. Вот такой вот гель у меня есть. Я уже, честно, позабыла. Молочный. Да, молочный. Так, и файбер. База, она идет как со стекловолокном, или как правильно сказать. Мелкие-мелкие частички стекловолокна здесь. Фокус теряется. Вот капля висит. Это вот на волоске на этом висит. Но, если честно, здесь маловато вот этого волокна. И я дорезала, добавляла сама. Для укрепления, для ремонта ногтей подходит хорошо. Так, и вот это вот ТНЛ. Это у меня база Стронг. Жесткая база. Тоже база неплохая. Хорошо носится, хорошо держится. Но мне не очень нравится, как она спиливается. Ну, кусками как-то. Бьюти-люкс. Это у меня камуфлирующая база. Классная вот эта база. И единственное, что она как резиновая. И спиливать ее тоже сложновато. Фреза по ней как-то ну, немножко зарывается. Сама по себе и в носке, и в нанесении очень комфортно. Ну, вот при спиливании мне не очень удобно. И вот в самом нижнем вот этом контейнере, сейчас вам тоже покажу, здесь тоже находятся и базы, и топы, и гели, полигели. Так как у меня базы все туда не влазят. Поэтому так. Давайте вот сверху и начнем. Гель Уна. Камуфлирующий и прозрачный. Хорошие гели. Мне очень нравится. Как они выравниваются. Они хорошо выравниваются. Как они наносятся. Как они носятся. Отличные. И цвет. Вот этот камуфляж. Очень красивый. Роза. Если кому интересно, я номер... Так. Артикул вот. И все. Здесь больше никакого номера нет. Ну, вот. Сахарная роза. Если вам что-то надо будет, напишите. Я вам ссылки оставлю. Так. Полигели. Бон Претти. Мне присылали на обзор этот полигель. Отличный. Он с мелким таким шиммером розовый. Классный полигель. Мне очень нравится. Так. Ну, и быстренько пробегусь. Вот какие у меня есть полигели. Дубр Кю. Тоже маленькие, правда, бутыльки по 15 мл. Но гели классные. Полигели. Это полигели. Вообще отличные. Лямок. Тоже Борн Претти. Здесь у меня есть и термополигель. И флюоресцентный. И всякий с блестками. Так. Розалинт. Тоже здесь. Вот этот иллюминисцентный полигель, который ночью светится. И прозрачный. Вот этот полигель, он такой густой. Этот он немножко жидковат. И, как по мне, так он похож на обычный гель больше. Так. Вот тут еще розовый. Вот у меня Дубр Кю очень много. А вот этот вот, я не знаю, вот этот вот, Малипусечка. Это вообще, я не знаю, заказывала полигель, но пришла какая-то ерунда. Я на него сразу тоже сажу. Так. Еще вот Дубр Кю у меня есть. Так. Дальше. Вот это у меня идет матовый топ. Вообще классный топ. У него такой финиш классный. Бархатистый. Носится он отлично, этот топ. Он, ну как, пачкаются все матовые топы, но этот, он не сильно пачкается. Мне очень нравится. Хороший топ. В носке вообще он отличный. Топ Манаси тоже классный. Я вам уже не раз говорила. Вот у меня топ Мичи. Это еще в старой версии. И вот тот же самый Манаси. Вот оно одно и то же. Это все одно и то же. Вот этот с мелким микрошиммером идет. Это обычный топ. И в сравнении с вот этими топами Уна разницы не вижу никакой. Только вот эти более комфортные в нанесении, они немножечко погуще. В носке они отлично одинаково носятся. У меня вот один магазин. В магазине покупала, в профессиональном. Один заказывала на Алиэкспресс. Отличий абсолютно нет никакого. Ни в качестве, ни во внешнем виде. Абсолютно одинаковые. Так, это топ Блум. Тоже неплохой топ, но он затирается. Каучуковый топ. Так, и вот этот мой самый любимый топ. Он, я показывала, когда делала вот эти ногти. Носится до коррекции. Он не теряет блеск. Он не затирается. Отличный вообще топ. Мне очень нравится. Классный. Заказывала на Алиэкспресс. Так, здесь у меня тоже матовый топ. Джиди Коко. Ой. Здесь это, по-моему, топ, который светится в темноте. Да, флуоресцентный топ. Он, конечно, дает немножко такой желтоватый оттенок. Но это база Бьюти Люкс. Молочная. Мы им делали вот этот дизайн. Так, вот эти базы надо как-то мне в другую корзиночку вместить. Так, ну что здесь? Здесь у меня гель. Я не знаю, что это за гель вот этот Венолиса. Он, во-первых, я не знаю, сколько ламп, в каких только я не пробовала. Лампа у меня мощная, 72 ватта. Не просыхает. Пока я не перемешаю с прозрачкой, не просыхает. И вот он просто стоит, и он течет. Просто стоит, никто его не трогает, и он постоянно течет. Вот я уже не знаю, тру-тру его поместила в мешок. Думаю, теки-то уже в мешке. Если у вас есть Венолиса, вот как они у вас, текут, не текут. Это вот тоже топ Мичи. Тоже хороший топ. Так, здесь у меня полигели. Митши, наверное, или как правильно читаются, не знаю. Хорошие гели. Это у меня белый, розовый, и один у меня уже закончился. Вот еще, вот видите, вот эта Венолиса, она течет. Ну вот она просто стоит. Вот я недавно протирала, и она течет. И вот этот, как он называется, я уже и не помню. Сейчас вот здесь на крышке. Лина, он для наращивания абсолютно не подходит. Он лопается, трескается, мне не нравится. Я с ним Венолису перемешиваю, прозрачку вот эту. Тогда все нормально. Так, назад воткнуть. Вот все липкое. Я не знаю, выкинуть что ли эти гели. Меня они бесят. Так, это у меня идет клей для фольги. Хороший клей, мне нравится. Это тоже идет клей для фольги. Это у меня дип-система. Три этапа. Вот это что сюда как попало, не знаю. Это розалинт 29. Цвет очень красивый. Он такой молочно-розовый. Очень красивый. У меня уже не один бутылек закончился. Мне он очень нравится. Он похож на гель. Или на базу. Ну, классный вот этот гель-лак. Это у меня уже надо поставить его, чтобы выкинуть. Так, и в этой корзиночке также у меня хранятся формы. Честно, я ими вот один раз попробовала. Они уже не знаю, сколько лет у меня стоят. И стекловолокно. Здесь просто стекловолокно. Вырезаете какой вам надо кусочек. И здесь полоски стекловолокно. Я наращивала на стекловолокно. Мне понравилось. Но единственное, у меня ногти имеют горбинку свою. И вот на плоские ногти, на ровные стекловолокном хорошо наращивать. А на такие вот изогнутые неудобно. Вот эти вообще отличные формы, классные. Ну, и вот они, нижние бумажные формы. Так, идем дальше. Ну, и здесь же на столе сразу у меня стоит моя лампа. Так, переходим к вот этому объекту. Это тумбочка. И в тумбочке у меня в основном хранятся все материалы. Здесь я сильно не буду останавливаться. В верхнем ящике у меня хранятся инструменты. Вот этот для удаления кутикулы, крем-гель. Новые апельсиновые палочки и контейнер с кистями. Так, эта баночка, это когда я, допустим, работаю, чтобы у меня фрезы не валялись. Либо использованные сюда втыкаю. Я просто меламиновую губку сверху вот воткнула. Обычную губку меламиновую. Втыкаю сюда, чтобы они у меня не рассыпались и не терялись. И здесь у меня стоят гель-лаки. Это вот последние, которые приходили. Некуда их ставить. Я вот уже их сюда определила. И дырокол вот этот вот фигурный листиками. Вот такой вот. Так, а здесь? А, это шелк для ремонта ногтей. Так, дальше. Второй ящик. Это гель-лаки. Вот он туда, вот туда, туда уходит. Это все гель-лаки. Вот тут гель-краски. Вот, смотрите, задавали мне вопросы, обижались некоторые, почему я больше не снимаю там распаковки, не заказываю что для маникюра. Девчонки, вот здесь стоят гель-лаки. Больше половины из них я вообще ни разу не наносила на свои ногти, либо на чьи-то ногти. Просто. Ну и куда, куда, куда? Они уже, ну, тут если перебирать, может быть, половину уже выкидывать надо, потому что, может быть, засохли. Ну вот куда мне их солить? Ну, представьте, я их до конца жизни не перекрашу, все эти гель-лаки. Зачем я буду заказывать? Понятно, новинки какие-то выходят, хочется там попробовать. Но я себя остановила и сказала, все, стопе, хватит, больше не заказываю ни новинки, ничего. Вот это куда? Зачем я буду деньги выкидывать? Ну, мне и так, сколько придется потом выкидывать. Так что, уж извините, но если бы я была мастером, то, понятно, у меня бы был расход. И мне бы хотелось что-то еще-еще пробовать. А если я делаю только себе, ну, мне этого хватит поза глаза. Так, идем в следующий ящик. В этом ящике у меня хранится глазперленовый стерилизатор, верхней формы упаковки. То, что я из них выбрала свои размеры, которыми вот я делаю наращивание. А остальные у меня, вот они здесь у меня лежат в пакетах. Так, фрезер мой стоит и всякие жидкости. Это для снятия лака, для снятия гель-лака. Вот это классная штука для снятия гель-лака. Но я им протираю пластины для стемпинга. Вот это средство вообще классное, оно приятно пахнет и хорошо работает. Ну и все, в принципе, здесь. Вот этот вот у меня аппарат маникюрный. Ему я уже не знаю сколько лет. Пу-пу-пу, отлично работает. Мне нравится, как, не знаю, стронги там какие-то еще. Как для себя, меня вполне устраивает. Даже вот маме, подруге делаю. Тоже отлично все, как бы, меня устраивает вполне. И самый нижний ящик, наверное, самый интересный. На нем мы остановимся поподробнее. Давайте начнем. Так, что у меня в этом ящичке? Вот этот вот контейнер здесь у меня хранятся, знаете, когда делаю маникюр там со стразами, с каким-то декором. И при снятии, если в хорошем виде, я снимаю и сюда складываю. Потом, если делаю какие-то дизайны на типсах, я этим пользуюсь, чтобы не брать уже, ну, новые какие-то стразики или еще что-то. И вот здесь у меня это я делала, знаете, как-то одно время, как все ошалели, делали вот эти вот цветочки. Вот и я делала. И даже делала с ними себе маникюр. У меня, по-моему, есть он на канале. Ну, вот здесь вот они всякие. Покажу вам. Мне вот этот вот очень нравится. Розовенький. Покажу вам. Не знаю, понятно вам, не понятно, вот эти отдельные лепестки, как 3D-шные смотрятся. Ну, носится удобно, нормально, мне не мешало. Так, дальше идем. Это у меня ручка для страз. Здесь контейнеры со стразами. В маленьких здесь у меня вот такие всякие фигурные стразики хранятся, всякие клепочки. Здесь различные формы, различных размеров. Здесь у меня конусные стразики. Тоже разных размеров и разных цветов. Я обожаю конусные стразы, мне очень нравятся. Все стразы у меня с Алиэкспресса, абсолютно все. Вот такой бокс со стразами. Сейчас вам покажу. Здесь вот такие голографические. Я одно время прям помешалась на этих голографических. Здесь вот эти мне очень нравятся, они очень красиво смотрятся. Тоже всяких размеров, всяких цветов. Здесь вот бриллиантики такие. Я их рассортировала, пыталась по размерам сортировать. Ну, где-то по размерам. А где-то вот однотонные миксами просто так и насыпаны. Вот всяких. Дальше. Еще один контейнер со стразами. Но он, так, как сказать, начала я только сюда. И на этом остановилась. Ну, вот такой вот. Вот такие вот стразики. Мне очень вот эти нравятся, красивые. И вот эти меленькие, очень красивые. Так, и идем дальше. Еще один контейнер. Ой, еще один контейнер у меня пустой получается. Куда столько набрала, не знаю. Здесь уже не стразы, а декор. Цветочки. Всякие разные. Тут розочки. Ближе покажу вам. Разноцветные. Здесь вот такие полусферы в золоте, в окантовке. Вот это жемчужные полусферы разных размеров. Это полностью сферы такие радужные. И здесь еще есть стразики. Вот эти черные, это пластиковые стразы. Вот такие вот, они тоже пластиковые. Ну, и клепочки всякие, всякие фигурки, всякие размеры. Ну, и здесь такие миксы стразиков, они обычные такие стразики. Так, еще один маленький контейнер. В этом контейнере у меня тоже декор. Сейчас покажу поподробнее вам. Крестики, овальчики, треугольники. Здесь вот квадраты, прямоугольники были, но я ими делала часто дизайн. У меня уже заканчивается. Это шестереночки. У меня в инстаграме есть дизайн такой, фотография. Синие такие ногти вот с этими шестеренками. И это микс, здесь крошка и микс страз и вот этих всяких фигурок. Я не перебирала, так все сюда и высыпала. Вот в этой коробочке здесь у меня бульонки. Вот это металлические бульонки. Мне они очень нравятся. Я вот таким набором и покупала. Их хватит надолго. Они разных размеров, разных цветов. Так, это у меня штучка такая, чтобы выгибать вот такие металлические фигурки, чтобы они хорошо, плотно ложились на ноготь. Вот специальная вот такая вот штучка. Флок коричневый, розовый и белый. С ними у меня на канале есть ролики с дизайном, с флоком. Мы делали, по-моему, варежку или зайчьи ушки, что-то такое. Какой-то дизайн у меня был. Так, здесь такие слайдеры, которыми я не пользуюсь. Наборы, два набора лежат у меня. Что еще здесь? А, это пластиковые бульонки набор. Я покупала, не помню где, по-моему, в фикс прайсе, что ли. И пластиковые бульонки, ну, для каких-то дизайнов, на типсах, либо, если необходимо, можно и так использовать. И здесь молдинг розочки. Я делала тоже, я не помню, на канале, по-моему, у меня нет, но есть фото в Инстаграм. Вот такой молдинг розочки для дизайна. Я делала с акрилом, акрил был и делала вот с акрилом. Так, и вот такие, это в подарок с чем-то мне пришли вот такие металлические клепочки всякие разные. В этом контейнере, что я уже, честно, я уже не помню, втирки, да. Это у меня пигменты, честно, ни разу, вот купила набор, мне они жизненно необходимы были, ни разу ими не пользовалась. Вот как были они у меня закрыты, так они у меня лежат, конечно, яркие, но как-то так. Это набор втирок, вот такой, красивые втирочки. Все втирки я пронумеровала по-своему от одного и так далее, и на типсах мне удобно тоже по номерам потом искать эти втирки. Это все втирочки, втирки разные, куча-кучная, здесь каких только втирок нет. Тут и кошка есть, и они всяких цветов, и жемчужные, и голографические. Вообще обалденная вот эта втирка. И честно, я не пользовалась. Зеркальные всякие-всякие здесь втирочки. Вот есть флуоресцентные. И, конечно, ну вот набрала, ну надо было мне. И вот, девчонки, вот серьезно, куда? Чтобы было, потому что иногда вдруг нужно будет, а у меня нет. Вот серьезно? Я вот без них, наверное, прожить не смогу, если у меня не будет какой-то втир. Идем дальше. Ну, видео у нас, наверное, сегодня будет очень длинное. А здесь у меня, вот в этих стопочках, у меня пластины для стемпинга и альбомы со слайдерами. Тоже нахапала, как дурак махорки. Но кто говорит, что у слайдеров нет срока годности, они будут храниться годами, не верьте, не верьте. Они становятся дубовые. И потом, когда ты их размачиваешь, невозможно их размочить. Они жесткие и очень сложно, даже горячей водой размачиваешь, очень сложно потом снять с подложки слайдеры, которые у вас лежали годами. Такой альбом, простой альбом для фотографий. Я разместила вот такие большие всякие наклеечки у меня здесь различные. Так, ну, если интересно, я быстренько пролистаю. Тут всякие листики, белые, черные, голография золотая, геометрия. Ну, вот вы сами видите, какими я пользуюсь, какими нет. Новогодние, кстати, новогодние, вот можно было мне снежинки сюда поместить, а я что-то в стемпинг ударилась, а можно было с наклейками сделать, они бы еще красиво переливались. Ну, ладно. Вот такие. Всякие с надписями, абстракции. Это вот я как-то вперед делала и не разложила по своим местам. Так, здесь все. Дальше еще вот альбом со слайдерами. Вот этот альбомчик на Алиэкспресс заказывала. Вот этот тоже с Алиэкспресс. Здесь такие уже крупненькие всякие надписи. Ну, я как-то, знаете, люблю такие с надписями. Там что-нибудь, абстракцию какую-то. Ой. Ну, вот такое вот. И еще последний у меня со слайдерами. 3D-шные слайдеры. Эти я покупала на Алиэкспресс. Отличные слайдеры. И намного дешевле выходят, чем покупать в каком-то магазине очень красивые. Так, здесь все 3D-шные. Новогодние. Со снегирем у меня есть. Мы делали дизайн на канале есть. Бананы, змеи. Так, ну вот. Все вот такое вот. Это все слайдеры 3D-шные. Вот эти, знаете, еще у меня остались, когда еще гирилаков по мини не было. Просто на лак. Я даже, по-моему, с Арифлейма, что ли, заказывала. Вот, клеили на ногти. Вот эти с Арифлейма. Вот эти. Ну, вот такое вот все. Так. И что тут еще? Для стемпинга здесь у меня запасной ролик, чтобы очищать штампик. А здесь салфетки пластины ими мою. Здесь какие-то стразы пластины. А, это стразы. Вообще, надо их выкинуть. Это стразы. Алмазная была. Картина-то у меня собирала. Так, здесь у меня все для стемпинга коробочка. Наверное, ее лучше вытащить и показать подробнее так. А здесь у меня штампики. Ну, короче, полностью все для стемпинга, чтобы мне не лазить где-то в других местах и не искать. Краски для стемпинга я заказывала много раз. Мне они не приходят. Ну, лаки для стемпинга. Вот то, что пришло и все. Заказывала в Борн Прэйте всякие наборами. Раз пять заказывала. Мне они не пришли. Ну, да ладно. Здесь у меня обычный лак. Гель-краска. Красного цвета. Смывать очень сложно отмывать пластины. Не в плане того, что сам гель убрать. Это понятно, его проще простого убрать. А вот этот пигмент красный, его очень сложно убрать. Так же, как и от обычного лака. Вот эти лаки, Арифлеймовские, они вот тут расслаиваются. Но они хорошо работают в стемпинге. Мне нравятся. Но остальные я заказывала. Мне нравятся вот эти вот, Пинпей. В основном, я их и заказывала всегда. Ну, вот красный пигмент. Не знаю, почему в любом лаке у меня плохо-плохо стирается пластин. Так, черных у меня два. Белые вот это лула. Три бутылька у меня. Не знаю, кто говорит плохие. Но вот мне нравятся. Вот я ими делала. Ими только быстро очень работать надо. Потому что они махом прямо на глазах сохнут. Это у меня Николь Дарри. Тоже отслоился уже золотистый. И вот эти вот лула. Тоже они очень быстро сохнут. С ними очень быстро нужно работать. Так, здесь у меня все скребки для стемпинга. И вот здесь вот, которыми я чаще пользуюсь. Ну, в основном, это вот этот скребок. Либо вот этот. Раньше картой пользовалась. Потом не получалось. Я взяла обычный нормальный скребок. Пластина, которая не в один у меня органайзер не помещается. Это вот такая с точками пластина. А здесь же еще пластиковая вот такая пластина с цветами. Я ее покупала только из-за тюльпанчиков. Я не знаю, как вот так видно. Ну, вот такие вот рисуночки. Все пластины, которые вот у меня, не знаю. Я как-то с ними нормально. Они у меня все работают. У меня нет ни рабочих пластин. Абсолютно все работают. Как-то я нашла с ними общий язык. Так, контейнер. Ой, контейнер уже контейнер. Органайзер с пластинами. Замок сломался, потому что даже не все кармашки заполнены. Ну, здесь надо по одному. По одной пластине. У меня по две лежат. Поэтому, наверное, так. Здесь идут... Я не знаю, стоит вам показать. Давайте я вот так покажу, кому не нужно будет. Пролистайте. А может, кому-то нужно будет. Вот, кто номера... Смотрите. Если понравится, пишите. Я вам ссылки все оставлю. Сразу на место нужно положить мне вот эту новогоднюю пластиночку. Еще и отсвечивает. Так. Ну, здесь вот такие с надписями всякие. Может, плохо видно кому-то, но отсвечивает. Ну, не знаю. Лучше как я покажу. Никак отсвечивает, потому что... И что? Пластины, вы думаете, я всеми пластинами пользовалась? Да нет, конечно. Абсолютно нет. И пластины у меня также лежат, можно сказать, без дела. Только занимают место. Так. И... Вот такая. Так. Сразу убираю на место. Вот так. Дальше тоже у меня пластиночки здесь. Здесь пластин моря. Вот с кофейной делала дизайн. Ну, пластины мы все тестировали. Абсолютно все пластины мы тестировали. Кому интересно, ищите ранешние распаковки. Смотрите. Вот такие. Еще раз повторюсь, все пластины рабочие. Ну, вот эти я не тестировала, потому что я так знаю, что они хорошие. Этот бренд у него хорошие пластиночки. Вот это тоже мне очень нравится. И вот тоже не тестировала я. Но у меня уже есть этой фирмы пластины. Они работают. Но это последние уже, которые приходили. Так. Вот такой органайзер. Здесь у меня хранятся круглые пластинки. Всякие такие. Ну, в принципе, что тут вот такие. Здесь простенькие. Это самые первые, наверное, пластины. Самый первый органайзер. Ну, а здесь уже пластины кто-то мне отдавал из магазина. Такие они не очень. Так. И последние пластиночки вот. Ой, да, пластины. Вот такой ананас. Здесь фактуры всякие, надписи. И здесь надписи. И штампики. Самый крутой штамп. Он у меня уже, я не знаю, сколько лет, уже стразы пожелтели. Самый крутой штамп вот этот двойной. Вот этот вообще липучка. Не знаю, сколько лет он у меня уже. Я его просто отклеила стразиками. И все. Штампик вот этот суперский. Также отличный штамп. Это вот этот. Очень мне нравится, по-моему, Никольдарь, если я не ошибаюсь. Вот этот штамп тоже отлично работает. Мне нравится. Вот этот штамп удобный. Отлично работает. Но я делала вот этот маникюр и порвала. Видите, что порвала подушку. Ну, ладно. Подойдет там где-то на типсах дизайн какой-то сделать или что. И вот этот. Тоже я заказывала. Маленький штампик. Тоже удобно с ним работать. И какие-то мелкие. Хорошо работает. Хорошо переносит. Липкие. Никогда не бафила. Никакие штампы. Абсолютно. Вот в каком виде они есть, таком и есть. Зачем бафить, если он сам по себе должен быть силикон этот липкий. Если его забафить, липкости нет. И как на него будет прилипать краска. И самый первый мой штампик. Это вот этот. Он уже тоже порван. Двусторонний. Тоже хороший штамп. Ну, вот тоже порван. Но он у меня все равно лежит. Для каких-то... Пригодится для чего-нибудь. Ну, и теперь идем под стол. Так, стол у меня, смотрите. Я заказывала с вот такой вот штукой. Чтобы у меня был откидной вот этот уголок. Чтобы можно было, если когда сама себе делаю. Мне удобно. Я сюда могу поставить либо пылесос, либо лампу. Ну, мне так удобно. И убираю. Он мне потом не мешает. Так, ну и собственно под столом. Тоже мне хранить-то негде. Поэтому идем под стол. Здесь у меня мусорница. Мусорницу я покупала в каком-то обычном магазине. Ну, сюда салфетки использованные. Складываю. Всякое такое. Здесь у меня вот этот комодик из фикс-прайса. Он у меня со всякими тоже штучками. Сейчас я вам покажу попозже. Вот это вот все быстренько вам покажу. Все. Коробка с пылесосом. Здесь у меня коробка с типсами. Здесь выкраски. Всякие выкраски. Вот это выкраски. Блестки, фтирки. Все вот такое вот. Я все тут подписала. Здесь дизайны. Кому интересно, я могу показать дизайны. Господи. Ну, сейчас давайте я все достану. Это тоже выкраски. Еще типс новых тут куча. Это тоже у меня дизайны. Ну, я в последнее время как-то дизайны теперь мало делаю. Новогодние здесь дизайны есть всякие. Я, кстати, покажу вам новогодний дизайн. У меня тоже есть ролик на канале. Это я еще только начинала, когда я делала такие ролики. Так, здесь фольга. Короче, здесь у меня лежат всякие типсы выкраски. Бас, гель-лаков, всякое такое. Какое-то барахло. Давайте по-быстрому покажу вам дизайны, какие тут у меня есть. Так. Что я тут делала, рисовала. Вот такой мы делали подруги на ногтях. Новогодний, по-моему, вот эти вот, по-моему, дизайны у меня есть ролик. По-моему, вот этот есть, если я не ошибаюсь. Вот этот точно есть, варежка с зайчиком. Вот этот со снегирем тоже есть на канале. Вот этих я не помню, по-моему, нет. Вот такие. Вот такие. Это, знаете, с негативным пространством модно было. У меня где-то были даже... А где они сейчас, я не знаю. Вот эти специальные наклейки. О, что-то я пропустила. Где они у меня? Кстати, у меня их много было. Куда я их делаю, не знаю. Так. Вот этот дизайн тоже у меня на канале есть. С битым стеклом. Тут с фольгой. Вот всякая такая. Это только-только я начинала заниматься маникюром. И вот я что-то смотрела какие-то видеоуроки. Училась, рисовала. Вот. Вот не помню, по-моему, есть вот такой или нет. Так. Так будем с вами до утра смотреть все мои дизайны. Это флог. Так, вот так. Сейчас быстренько-быстренько вам покажу еще. И перейдем к сундучку. Тут много у меня дизайнов. Здесь я с фтиркой что-то. У меня, по-моему, распаковку мы тестировали. Вот есть вот такие вот. Это фольга. Вот я тут лепить пыталась что-то. Это вот эти цветочки я лепила формой. Тренировалась. Вот это я лепила так сама. Вот такое. Это по-мокрому я рисовала цветы. Так. И вот так. Вот так. Так. кстати вот этот вот вот этот вот покажу вам два вот это вот девчонки это я рисовала обычной простой кисточкой для рисования у меня не было тогда вообще кисти ой руки грязные какие не было вообще кистей я только-только-только начинала у меня было пару гель-лаков и вот я рисовала обычной кисточкой для рисования вот такие дизайны рисовала вот это дотсом я рисовала это 3d губы я тут пыталась делать ну вот пигменты и тестировала пробовала так ну и все наверное здесь да и последнее быстренько покажу вам и все и будем дальше а где дело с новогодними дизайнами а я показала вам точно так это со сферами ракушку такую я делала вот этот забыла как он называется бабу какой-то там шарики вот эти лепила вот эти вот три получается это как типа для одного дизайна ну на на одну ручку типа вот так вот надеть стол валентина это тоже пыталась рисовать и вот я себе кстати делала вот такой вот дизайн мне очень понравился с вот такими пузырями втиркой вот с мыльной пеной мне очень понравился в носке хорошо так что все так в этой коробке у меня всякие запасные штуки это у меня были в этих картинах я оставила здесь пилочки коврик силиконовый типсы боже типс этих куда кисти новые формы щетки щетки тут все все вот спонжи кисти 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 одни кисти вот эти карандаш восковой вот такие кисти здесь впрочем одни кисти бафики бафики вот и скажите зачем мне еще заказывать куда вот эти прищепки это я покупала когда еще не было аппарата и снимала я вот этой жидкостью так вот этот гель белый он не сохнет ни в какой лампе вот у меня не знаю зачем то он здесь есть так здесь у меня запасные ромбики я поделила потому что у меня их много формы вот эти беспонтовые бумажные и вот это все пилки 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 у меня спонжики для втирок фокус и вот в этом чехольчике у меня магнитики для кошек сейчас покажу магнитики скажу какие мне больше всего понравились так вот магнитики для кошек ручка она работает но слабоватая вот это тоже работает но слабоватый магнит вот эти два магнита отличные суперски мне очень нравятся ну и вот этим магнитом тоже можно поиграться неплохой магнит но серединка хоть здесь и нарисовано но по-моему серединка здесь не работает второй ящичек здесь у меня фольга быстренько пробегусь покажу ой девочки видео будет длиннющая здесь у меня наборы фольги всякие разные здесь голографическая всякие животные тропики вот я люблю вот такую фольгу всякую вот такую вот эту тоже набрала она у меня лежит это зимня нет это какая-то голографическая или простая белая не помню прозрачная какая-то шарики ролики не знаю так это битое стекло у меня почему-то без пакета это я брала набор большой набор фольги всякой разной разноцветной голографической это тоже набор с животными принтами всякие всякие все эти распаковки тестирования есть новогодняя фольга так убираем и здесь в рулончик я сложила чтобы мне баночками не занимать место свернула снежинки потом еще золотистые снежинки это мне в подарок с праймером по моему давали цветочки здесь мрамор так ну и вот такая вот фольга матовая ну как бы матовая она и не матовая вот я больше всего чаще пользуюсь и вот такие вот ленты ну вот у меня две кассеты есть с лентами я периодически сюда просто их вставляю здесь у меня уже нарезанное битое стекло так это мне тоже в подарок с чем-то было и вот здесь у меня в контейнере набор лент вот этих вот для дизайна ногтей всяких цветов всяких размеров всякие 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 вот эти ленты в этом ящичке у меня всякий декор хранится вот такие вот ромбы вот такие ромбы давайте я вот так просто покажу уже подробно не буду иначе мы до утра будем камефубуки самые первые мои здесь простые голографические фокус камефубуки разных размеров здесь идут они должны якобы светиться в темноте такие как полупрозрачные камефубуки вот такие голография мелкие вот эти прозрачные дизайн я делала мне понравился это пластиковые бульонки вот эта икра не знаю зачем она у меня здесь стоит ну зачем-то стоит так вот такие мелкие камефубуки камефубуки тут вообще мелькусенькие вот такие черно-белые это у меня слюда здесь у меня бриллиантики и ромбы так и вот здесь у меня это она даже вот не делала ни разу все стоит так здесь у меня ромбы всякие разноцветные а вот здесь вот такая вот крошка я не знаю это ракушечник или что но вот такая вот крошка красивая так здесь у меня блестки хлопья всякое такое давайте тут быстренько покажу тоже добра так быстренько прям показываю это хлопья это все хлопья в баночках хлопья хлопья тоже хлопья это все так вот это поталь и вот это поталь золото серебро И вот этот набор мне очень нравится. Крупные такие хлопья. Суперские. Мне вот эти нравятся наборчик. Он очень бюджетный был. И вот я больше чаще им пользуюсь. Так, и блестки. Заказывала за копейки какие-то. Вот такие большие пакеты с блестками. У меня почему-то в баночках еще были. Но где-то я не вижу в баночках. Ну вот так. Ну и последний ящичек. А, вот здесь вот как раз все мои блестки. Так, здесь у меня меланж. Где-то вот еще вот такой вот. И все это блестки, блестки, блестки. Быстренько пробегусь. Эти вообще у меня блестки. Галант еще ногти себе лаком покрывала остались. Just Nail тоже лаком покрывала. У меня блестки эти пооставались. Ну, не знаю. Вот так вам видно, наверное, цвета будет все. Всякие вот такие блестки, блестки. Вот эти белые, они с разными отливами на разном цвете смотрятся. Так что, девочки, теперь, я думаю, вы понимаете, куда мне еще что заказывать. Мне бы вот с этим вот добром разобраться. Ну, а вот это я не знаю, что мне пришло. В подарок с чем-то какая-то фигня. Я не понимаю, что это. Ну, вот лежит. Не знаю, зачем лежит. Ну, вот лежит. Так, все, девчонки. Все, показала вам все свое добро. Так что, вот так просили. Пожалуйста, показала. Так что, девочки, если кому-то было интересно, если кому-то что-то приглянулось и хотите ссылку, пишите. Я найду ссылку, потому что на все ссылки скидывать. Это я буду неделю искать и неделю скидывать. Так что, вот так. Обязательно жду от вас лайк, если вам было интересно, если полезно. Пишите комментарии, делитесь своим мнением, впечатлением. Всем пока-пока. Огромное спасибо за просмотр. До новых встреч.